Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Добрый вечер 20 часов и 7 минут В эфир радиостанциях Москвы Я Евгения Альбац И как всегда в понедельник я начинаю программу Посвященную ключевым событиям недели Тем событиям, которые будут иметь влияние На политику ближайших недель и месяцев Прошлая неделя нам преподнесло много всего любопытного В четверг глава государства сообщил вместе с супругой Сообщили, что их брак завершен Как-то это все было совершенно неожиданно Но Как это повлияет На нашу жизнь, откровенно говоря, совершенно непонятно Потому что у нас есть там примеры Николя Саркази во Франции Где, собственно, ничего не изменилось И даже рейтинг его не изменился Есть пример господина Берлускони В Италии, где он сейчас проходит По нескольким судам И где на него там его супругу подала на развод Где это серьезно повлияло на рейтинг господина Берлускони В общем, это такое из сферы непознанного Зато на прошлой неделе была такая новость Собственно, которая сегодня определила и тему нашей передачи А именно, что мэр Москвы господин Собянин Решил досрочно подать в отставку И заново избираться мэром Потому что раньше он не избирался Он был назначен мэром И 8 сентября у нас пройдут здесь выборы И всем, конечно, очень любопытно Потому что мы уже забыли немножко, что такое выборы Вот, собственно, сегодня мы будем и обсуждать Какие перспективы, какие интересы могут стоять за тем или иным кандидатом Как может разложиться электорат в Москве Учитывая то, как люди голосовали за Единую Россию И вообще за партию власти Кстати, напомню вам, что Собянин идет как самовыдвиженец И он уже некоторое время назад, по-моему, с полгода назад Как установил свои обязанности руководителя Московской организации Единой России То есть от нее бегут от партии власти как от чумы Вот мы все это сегодня будем здесь обсуждать В студии Эхо Москвы Ледович Гудков Социолог, директор аналитического центра Юрия Левада Ледович, здрасте Добрый вечер Александр Владимирович Клинив Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Здравствуйте, Александр Владимирович Добрый вечер Дмитрий Борисович Орешкин Политолог, здрасте, Дмитрий Борисович Добрый день И по телефону у нас с половины часа Будет Дмитрий Вадимович Борисов Предприниматель, посетитель Жанжака По всей Москве знает, что Дмитрий Борисов Это владелец Жанжака Человек, который создал целый институт в Москве Под названием Жанжак И мы его будем, естественно, тоже мучить И задавать ему вопросы Что интересно предпринимателям Человек с какими идеями Или с каким бэкграундом Для них предпочтительнее в качестве главы города Прежде чем мы начнем уже обсуждать Собственно, какой у кого электорат И что надо ждать Хотя мне кажется, что результат заранее известен Но, возможно, я ошибаюсь Давайте я вам задам несколько вопросов Наши слушатели Потому что они все на нас обижаются Что мы забываем это делать Вот вопрос Ник СВК А зачем Собянин идет на досрочные выборы? Ему кто-то выразил недоверие? Кто из вас готов ответить? Любой из нас может ответить Любой, кстати Давайте Леонид Ильич, давайте Ну, понятно Хотят выиграть власти время Поскольку оппозиционные партии и кандидаты не готовы Они раздроблены А здесь Собянин идет как бы вне партийно Как хозяйственный, как руководитель города И он может получить довольно приличную поддержку Вот на этом фоне На фоне неожиданности Собранности оппозиции Раздробленности ее И Москва слишком важный город Для всей системы власти Поэтому сохранение контроля Над Москвой Это в интересах власти Особенно в условиях падающей поддержки Все системы Спасибо Еще один вопрос Не пойму, что это такое Ник Зе Отставка Собянина Это его личное решение Или решение Кремля? Значит, я понимаю, почему А, Илья из Ярославля задает этот вопрос Потому что Еще в феврале 2013 года Господин Собянин заявлял Что большинство босквича против Досрочных выборов И он не видит в этом необходимости А потом в мае Как-то вдруг В конце мая И в начале июня Вдруг необходимость появилась Так вот, кто все-таки принимал решение? Александр Клинеев, пожалуйста Вы знаете Досрочная отставка Любого главы региона Никогда не может быть Только его личным выбором Политика в России Жестко контролируется А учитывая Москву С ее 7 миллионами избирателей Совершенно однозначно Вопрос решался в Кремле Потому что Мы знаем, что За последний год Шло массовое хождение Губернаторов Которые ходили и просили Пустите нас Побыстрее на досрочные выборы Но в прошлом году разрешили Одному Это господину Ковалеву В Рязанской области Сейчас разрешили Собянину На самом деле Ходоков очень-очень много Тот факт, что разрешили Собянину Говорит о том, что Прикидывая риски В разных случаях Решили, что Москву лучше передвинуть Хочу напомнить, что В следующем году В 14-м Если выбор Останется в сентябре Будет Московская Городская дума А 14-й год Он вдвойне рискованный Там, во-первых Мосгордума раз А это будет гораздо более Интригующая компания Поскольку Здесь не один победитель А победителей много Соответственно Ставки будут выше И ресурсы будут Более серьезные Играться Ибо количество участников Будет выше За счет кругов и списков Кроме того В следующий год Это Олимпиада То есть В оккупности Все вместе Это создает Такую турбулентную зону Которая может Выйти очень большим боком А если бы Собянин остался На 15-й год То в общем Он бы попал Вот в хвост Этой самой турбулентности Которая бы могла Привести К непредсказуемым Результатам Кроме того Это даже Еще непонятно Что будет с экономикой За эти два года То есть В этом смысле Понятное дело Что рейтинг Точно выше не будет Это совершенно однозначно Поэтому Нужно зафиксировать То что есть Собянина разрешили Видимо Считая Что выборы в Москве В 15-м году Могут стать Фактом дополнительной Дестабилизации Спасибо Александр Владимирович Дмитрий Борисович А вам не кажется Что на самом деле Тут может быть Ложка другая Если Собянин Собянин сбирается В 15-м году Значит Пятилетний его срок Как выборного мэра Истекал бы в 20-м году Соответственно В 18-м Когда час Икс Может пробить Для Владимира Путина А именно Президентский выбор Он собственно Может поддержать Может не поддержать А так У него истекает Срок В 18-м году Соответственно Он значительно Больше зависит От Того предложения Будет ли Кремль Его поддерживать На второй выборный срок Он уже Так я понимаю Имеет право Поскольку это Первый раз Он сейчас избирается У него Два срока Два по пять Два по пять Да И таким образом Кремль Значительно лучше Может контролировать Человек Который разбирается В 18-м году В 13-м году Через пять лет Может быть Эта идея И рассматривалась Среди дополнительных Резонов По поводу того Зачем надо перенести Но мне кажется Тут не надо Переоценивать Умничественные способности И способность Заглядывать далеко Нашей власти Они решают Тактическую проблему Ну я бы сказал так Что они Идеальным образом Привели к оптимуму С минимумом Затрат Идею приемничества Он сам ушел В отставку Сам стал собственным Приемником Без всякой лишней суеты Все крайне просто Изящно И на ближайшие пять лет Ситуация законсервируется Для властей Это то что им нужно Вот мне кажется Здесь чисто хозяйственный подход Крестьянский такой А если вдруг Собянин Собретмет С самостоятельной политикой Нет А если может быть Другой вариант Представьте себе Что рядом с Собянином Идет темная лошадка Собянин сработает Паровозом Как это часто было На дубских выборах А поскольку Все ждут Что в сентябре Отправят в отставку Правительство Медведева Собянин уходит Премьером И сюда приходит Некая Сарфей Тёмная Я думаю Я думаю Это такие Сладостные Интеллектуальные игры Они работают С помощью Обушка И кувалды Вот там Скальпелей Не держат Хорошо Скорее наоборот Если бы Восьмого изберется Или там Через Среди По второму Туре Изберется Гипотетически Сразу Сразу Сладко Помочь И уходить Но будет Публично Совсем Как-то Некстати То есть В этом Смысле Наоборот Избрание В сентябре Его привяжет К этому Посту На какую-то Ближайшую Перспективу Хорошо Еще Вопросы От наших Слушателей Ред Сколько будет стоить Подпись Депутата Муниципального Собрания В поддержку Кандидата В мэра Москвы Тут надо Просто Сказать Нашим Читателям Нашим Слушателям Которые Возможно Не очень Хорошо Знают Законодательство Москвы А именно И только Законодательство Теперь Федеральное Законодательство Что впервые В 2012 Году Был Опробован Так называемый Муниципальный Фильтр В пяти Регионов Страны И Для того Чтобы Зарегистрироваться Кандидатом Надо Если вы Дете Самого Движенца Не от партии Во-первых Набрать Один процент От числа Избирателей По подписи Но самое важное Это Получить Подпись Подпись 110 Муниципальных Депутатов Но не просто 110 А От Двух Третей Муниципальных Собраний 75% 75% Другая Я говорю Две трети Муниципальных Собраний Это Три четвертых Три четвертых Да Это получается 86 Пролеп Ну 125 У нас Примерно 86 Муниципальных Собраний Вот такая Вот история Значит Отсюда И возникает Вопрос Сколько Будет Стоит Подпись Депутата Поскольку Очевидно Наш Слушатель Ред Но очень верит В Ведение Соображения Звонка Звонка Изуправа На бред Стории Да Так что вы думаете Как вы думаете Сплатить Административной Валютой За деньги 110 Подписей Я думаю Купить Нереально Сейчас говорят Для оппозиционеров От 100 До 300 Тысяч Рублей Стоит Подпись Это очень дешево Дешево Мне тоже кажется Но дело То есть Понимаете Вы сами сказали 110 голосов Надо набрать Независимых Муниципальных Депутатов Не связанных Явно С Единой Россией Не больше 300 А скорее Меньше Там 250 Примерно Значит В идеальном Варианте Если они все Отдадут свои Подписи Кому надо То через Муниципальный Фильтр Просочится Не больше Двух Оппозиционных Кандидатов А дальше Когда Так я У каждого депутата Один голос 30 Дмитрий Борисович Понимаете Эта механика Еще хуже На самом деле Потому что Концентрация Депутатов Оппозиционных Она по муниципалитетам Не одинаковая Вот Нужно Вот Сказали Что там 86 Нужно Чтобы Из 86 Было Хотя бы По одному У нас есть Управы В смысле Не управы А собрания Депутатские В которых Вообще Позиции нет То есть Она очень Очень Неравномерна По Москве И я боюсь Что вот именно Пройти вот Через вторую вилку Да С тем Чтобы были охвачены Нужные районы Реально Без фактической Продержки Администрации Невозможно Если мы посмотрим Статистику Администрация президента Нет Нет В данном случае Речь идет уже Об администрации города Конечно Потому что В прошлом году Когда В пяти регионах Проходили первый раз Выборы Об этом муниципальном Уфин Если посмотреть Списки подписантов Кто подписывался За кандидатов Которые были Альтернативными У всех Значительную долю Составляли формальные Регионарусы Это говорит о том Что администрация Сама дирижировала И фактически Составляла списки Тех Кто будет с ней В бюллетене Изображать конкуренцию Поэтому в Москве На мой взгляд Теоретически Можно зарегистрировать Оппозиционного кандидата Только в единственном случае Если условные Подламенские партии Ну я имею ввиду Депутаты Не только там Которые представляют Оппозицию Там либеральной Демократической Но если коммунисты Яблочники ЕССР Часть своих Муниципальных Голосов Отдадут кому-то Может быть Не из своих Партийных кандидатов А из противников Но с точки зрения Конкуренции В этом весь резон Объясняю почему Чем выше Будет Конкуренция Чем больше Будет кандидатов Имеющих Какой-то личный рейтинг Тем выше Будет явка Интрига Она повышает Явку всегда Новый кандидат Приводит новых Избирателей Это означает Что с повышением Явки Автоматически Будет снижаться процент Собянина Поскольку административный Векторат Имеет свои Четкие границы Даже Посмотрите Если данные Официальной социологии Он на грани Пятидесяти процентов Если допустить Что автоподроссет Хотя бы на несколько процентов Он будет ниже пятидесяти Это второй тур Второй тур Это уже моральная победа Значит Вот Если можно Давайте теперь тогда Поговорим О прогнозах Ледович Что показывают Вот Данные Ваши данные Данные Данных других Социологов Как Москва Может проголосовать Восьмого сентября Ну пока Само событие Неожиданно Ну и понятно Учитывая Что у нас есть Нет Учитывая Ну скажем По Февральско-мартовскому Вопросу Там за Собянина Готовы были Проголосовать Тридцать шесть процентов Уже сразу Тридцать один процент Готовы были Проголосовать За кого-то Другого Но если Это будет Только Представитель Объединенной Оппозиции Если они Вот Тридцать шесть Тридцать один Это неплохое Соотношение Да Оставшиеся Двадцать четыре Оставшиеся Двадцать четыре Пока не решили Скорее всего Они будут В остатке И могут Не притянуть А как за партию Голосовали Сейчас я хочу Сказать Но ситуация Не раскрученная Это чисто Фантастическая Поскольку Компании Еще не было Как только Компания Начнется Начнется Мобилизация Административного Ресурса И число Голосующих За Собянина Явно повысится Там скажем До сорока Сорока Пяти Может быть Процентов Вот А учитывая Что Москва Очень плохо Ходит на выборы Явка низкая То соответственно И доля Голосов за Собянина Она будет повышать А какая явка Обычно Москвы Я могу на процеду Это по статистике Пожалуйста Спасибо Смотрите Значит Нам на прошлые выборы Мэра Москвы Смотреть Неправильно Потому что Все прошлые выборы Мэра Москвы Были совмещены С федеральными выборами Там была федеральная явка Если брать Мосгордума Две последних Компании Когда Выборы Не были спаренными То вот Мосгордума 2005 года И официальная явка 34,8% Она была явно Накручена Реально Реально явка Была ниже 30 То есть Там была Большая фальсификация Если возьмем 2009 год 11 октября Ну там было Вообще Мы помним Полный беспредел На выходе Получилось 35,6% Но тоже По независимым оценкам Тоже реально Было меньше 30% Да Меньше 25% Ну даже Меньше 25% Но тогда Это был декабрь И соответственно Октябрь А сейчас Это будет сентябрь Когда еще люди Не приехали с отпусков Да Когда Там люди на дачах Очень многие сидят Поэтому Конечно Вот если интриги не будет Если все будет отфильтровано Будет Собянин И каких-нибудь Два незрачных конкурента Тогда конечно Явка будет сверхнизкая И проводить явку В неприличную Но это В общем Самому Самого себя Подставлять Мягко говоря В качестве Слабого политика И слабого мэра Поэтому По большому счету Если бы Если бы в мэре сидят умные люди Они конечно должны Все таки Зарегистрировать Не только Удобных себе Кандидатов Но и кого-нибудь Имеющего реальный рейтинг И им нужно Где-то пройти на балансе Им нужно Чтобы была не слишком низкая Потому что это позор Но и не слишком большая Потому что слишком большая Это второй тур Они должны где-то Вот найти Вот эту серединку Для себя Дмитрий Иванович А как вы думаете Вообще У вас есть какие-то данные Как в принципе По партийным предпочтениям Делится Москва Очень по-разному Тут партийные предпочтения Мне кажется Вообще вторичная вещь На самом деле Потому что Очень по-разному Правильно делает Собянин Что выдвигает себя Как хозяйственник Специалист по трубам И будет идти независимым Чтобы снять с себя Жернов неприятных Ассоциаций С Единой Россией Конечно И в это поверят? Да Зачительная часть поверят Поверят Слушайте Леха Москвы Может не поверят Но их же Не большинство В городе Москве Вот Так что Я думаю Что Я даже не согласился бы С Александром Когда он рассуждает Про приличные результаты Или неприличные Да пусть он будет неприличный Лишь бы избрали Хоть тушкой Хоть чучелом На самом деле Будет реализовываться Стратегия Как мне кажется Минимизация Количества противников Чем меньше противников Тем лучше Потому что Тем меньше шансов Выйти на второй тур А угроза реальна Потому что Можно не набрать 50% А во втором туре Бог знает что Это как бы Очень даже могут За альтернативного Проголосовать Так что Будут биться За первый тур Зубами Клыхами И всем административным Ресурсам Которые надо Для этого нужно Мало соперников Это пункт первый И пункт второй Они должны быть Безликие Вот примерно так Оно и будет сделано И пункт третий Должна быть реализована Стратегия низкой явки Да не ходите вы На эти чертовы выборы Все равно Они там проданы Куплены Придет 20 Если придет 25% Как обычно Еще там Десятых процентов Подрисуют И все Более того Я думаю что они С тайников бойкота Жизнерадостно Выпустят на все Фициальные каналы А скажите пожалуйста Скажите пожалуйста Вы предлагаете Кто тогда Удобные кандидаты Для Собягина Удобные оппоненты Для Собягина Силиппитал ДПР Да Слабые Кандидаты Абсолютно Неизвестны Никому То есть Вы не думаете Что там скажем Будет один от КПРФ Нет От КПРФ Уже вроде бы Как Мельников А там непонятно Пока Мельников Или не Мельников Уже решили что Мельников Мельников Это предпорочек Разных достойная Кандидатура От ЛГП Ровсяников Которого Никто в Москве Не знает Он известен Только Публичными наездами На ассоциацию Голоса Больше по моему Ничем Вот Есть Еще кандидат От СССР Мы не знаем Кто это будет Но Хованская Публично заявила Что она не хочет Да Сама Вот Если только Патрия Сказала Вопрос Тогда пойду Но Если не Хованская То кто может Пойти Агеев Агеева никто не знает В Москве Тарнацкий Что там Да Их никто не знает Я думаю Что вот Скорее всего Вот этих И будут регистрировать А кто-то еще Вот Прохоров Ли Навальный Это конечно Сценарий повышения Ярки Даже А кто-то Прохоров Может Даже Мельников Делают Потому что Они сами Еще не знают Прохоров Самому Очень трудно Пролезть Ну понятно Причина У него там Собственность За рубежом Это Да Он не успевает Отдать Перевещать Плюс к этому Конечно У него имидж Все-таки Для ЭКО Не специалистов По горячей Холодной воде И там По Асфальту И стрижке Газонов А все-таки Выборы Они сделают Не политическими Выборами Ну они дураки Они же понимают Что Зачем им тягаться В каких-то там И понимают Что мэр Все-таки Это политическое должность И вопрос Того Чтобы он Нашел Хорошую команду Людей Кто-то понимает Кто-то не понимает Ну конечно Москва Чиновничий город С большим количеством Пенсионеров И соответственно Это довольно большой Административный ресурс Нет Дмитриевич На самом деле Есть шанс Делают юбору Политическими Даже Вопреки Базовому сценарию Московских властей Потому что Во-первых Много зависит От федерального тренда Что бы происходить в стране То есть выборы в Москве По-любому Распутывают Стрениваться как политика Если будет политика На федеральном уровне Кроме того Если будет серьезная попытка Собрать подписи Депутатов за Навального Если каждого Со скандалом Не зарегистрируют Это уже предостреблен Политический характер Независимо ни от чего Ну негативный Ну негативный А вы считаете Что теоретически Навальный Может собрать подписи Ну я думаю Что Навальный Может серьезно попытаться Учитывая А его подписи Не надо собирать Он от партии От партии От партии Навальный Навальный как минимум Может провести Серьезную кампанию По сбору подобных подписей Заодно это может стать Публичным тестом Для тех Он в Кирове судится А мне этого не нужно Навальному находиться в Москве Там есть довольно Эффективная команда Там есть там Албуров Пожалуйста То есть я думаю Что он в состоянии Этот процесс запустить Это кстати Будет информационный повод Очень мощный Потому что Находящийся Скажем под судом Возможный кандидат Это уже Медийная история Плюс Кроме того Это будет некий тест Для тех же самых Городских демократических активистов Это какая-то реальная занятость Вот Проверение кампании Потому что На самом деле Многие хотели бы Чем-то позаниматься А для дела Особенных нет Честно говоря Я не надеюсь Ну Не зарегистрировать Я думаю Что не зарегистрировать Но попытаться Пошуметь можно Ну Это же тоже Вот Пять десятков Отчаянных голов Из среди Муниципальных депутатов Найдется Которые будут думать О будущем Что у них будет имид Что они вот все-таки Себя как-то показали А надо же собрать Не пять десятков А в два раза больше А остальные Прекрасно понимают Что для них Это конец Политической карьеры Они же Выбраны были С помощью административного ресурса И они из себя Ничего не представляют И будут сидеть В сторону смотреть И Тут мне кажется Шанс мало Другой вопрос Что это надо делать Надо бороться Но понимаешь Что шанс Совсем немного Мы сейчас должны Прерваться на Новости И вернемся После этого В студиях Москвы Вы чтите Все равно Работает Сетевизор Работает интернет Просто чтобы Знать что Нет Ради бога Но просто Чтобы вы Осознно понимали Я тоже Честно говоря Никак не понимаю Как Как вообще Этот муниципальный Татар Я не понимаю Как вообще Что у нас случилось Три минуты И заканчиваем В 59 Значит Сейчас Должен Сразу Выводим Да До того И делали Муниципальный Фильтр Чтобы никто Направил В ламинат Мы Кажется Мы сейчас Позвоним Возьмем Челуху Он спрашивает Не против Если еще Будет комментировать Марсин Сири Нет Против Мне не надо Столько Не против Затем Нам два Синьял Скидать Мы посмотрели Как это все Происходило В этих пяти регионах Вот в Новгородской Области КПРФ Очень долго Пыталась Додаться Они не сумели Собрать Муниципальные Подписи При том Что там Были Кандидаты Да Он Киевин Вы не смогли Собрать А вы Вы считаете Вообще Яблоко Имеет Шанс На самом деле Они могут Вполне Зарегистировать Митрохина Как абсолютно Удобную Если вообще Не опасную фигуру Я не об этом Говорю Я спрашиваю Он Может Собрать Если разрешат Если помогут То есть вы считаете Что муниципальные Депутаты будут Давать голоса Так как им скажут Ну конечно 90% Будет давать Они по-другому Не умеют Нет Нет Интрига Интрига Может быть С Юрием Михайловичем Душковым Вот если Сделать Такую кузью муду И Юрий Михайлович Есть по каким-то Своим каналам Административным Которые сохранились По личным связям Помочь Прохоров Да Подписи Собрать Либо сам Либо для Прохорова Но не случайно Что Собянов Поменял Очень многих Глав Префектур Делали Не только В главах Аппарат Сидит Десятилетий В этих Районных Управах Директора Предприятий Сидят Тоже Директора Институтов То есть Вот этот Локальный Дмитрий Суц Он Очень стабильный Если они Это же Огромный риск Потому что Если они Проигрывают Эти выборы То все Кто подписался За Лужкова Особенно говоря Парьеру Свою благополучно Завершили Ну дело Понимаете Еще какой момент Есть Ведь у Путина Было в Москве Чуть больше 46 процентов Весной То есть Это план Хочу сказать Что Да на тех выборах Вообще конкуренции Не было Вот Поэтому Это сопротивление Материи То есть На самом деле Вот Я Я бы вот На их Такие Шепкозакорительские Опросы Тоже бы смотрел Очень и очень Осторожно Потому что Походить с результатом Существенно выше Путина А если они Хотят там За 60 процентов Очень легко Перегнуть палку Если в Москве Сегодня Начать слишком Сильно давить Кофер будет Противоположный А что такое Еще раз Добрый вечер 20 часов 33 минуты Это Евгений Альбат Здесь в студии Мы говорим О Перспективах На выборах 8 сентября Мэра Москвы И о том Собственно Какие группы Интересов Могут Заинтересованы Быть в одном Кандидате Или в другом Кандидате Мы сейчас ждем Что с нами На связь Выйдет Предприниматель Дмитрий Борисов А пока я хочу Присутствующим В студии Льву Гудкову Директор Аналитического Центра Левада Александр Кынев Руководитель региональных Программ Фонда развития Информационной политики И политологу Дмитрию Орешкину Задать вопрос Вот Для Все таки Москва Не только Чиновничий Город Да Мы же знаем Что здесь Платятся основные Налоги Здесь находятся Основные Бизнесы Вот С вашей точки зрения Для Каких групп Интересов Какой кандидат Был бы предпочтительный Вот Для Собянина Например Понятно Что это статус Кво Для многих Это Отсутствие Изменений Собянин Довольно Приличная Сейчас Репутация Она растет Он Что-то делает Он контролирует СМИ В этом смысле Вся пропаганда В его руках Или в руках Какие с ним Московские Вы имеете Московские Плюс федеральные Соловьева Там Конечно На сукатушку Кроме печатных Телевизионные Каналы Все в общем В его пользу Будут работать И будут работать Против любого Кандидата Это понятно Вот Поэтому Что-то он Сделал И действительно Отношение к нему Улучшается Медленно Но улучшается Город почище Стал Пробки Он Транспортные Проблемы Не решит Контроль над ценами Не решит Но Риторика Там Борьба С нелегальной Миграцией Она действует И в этом смысле Только в последние Две недели Он на самом деле Начал И очевидно Уже зная О том что он Будет подавать Нет Знаки Подавались И раньше Все таки Что-то Говорилось Потом Он не Он не Персонная Он не Индивид Он выступает Как человек От команды В этом смысле На него Работает Очень много Факторов Он выступает Как представитель Власти Если хотите Но только Не в политическом Смысле Не конкурент Путина А как Хозяйственник В этой команде Как Как Заботливый Городоначальник И это Срабатывает И это Действительно Придает Ему Вес И Так я понимаю Что у нас уже На связи Дмитрий Борисов Дмитрий Алло Алло Здрасте Спасибо вам большое Что вы вышли С нами на связь Я еще раз Сообщаю Для наших Слушателей Что у нас Сейчас по телефону Предпринимателя Владелец Знаменитого Жан-Жака Дмитрий Вадимович Борисов Дмитрий Вот скажите Пожалуйста Вас Как предпринимателя Выборы Мэра Москвы Как-то интересуют? Нет То есть вы хотите Сказать Что кто бы ни был Главное Чтобы вас не трогали Правильно я поняла? Да нет Главное Чтобы Была бы Какая нибудь Нормальная Технология Работы Между Маленькими Средними Предпринимателями И Муниципальными Властями А вот Вы же Насколько я помню Сами как-то Даже думали О том Чтобы идти Мэра Москвы Так Нет Конечно Это была Пьяная Шутка На стрелке Которая Превратилась Из-за того Что там сидела Куча журналистов Превратилась В какую-то Байку Я не способен Вообще Занимать Бюрократической Работой И никогда В жизни Не стал бы Это делать Но Вот А Дмитрий Скажите Пожалуйста А Вы можете Мне описать Вот какой С точки зрения Людей Которые Занимаются Бизнесом В Москве Идеальный Был бы мэр Он должен быть Политиком Он должен быть Хозяйственником Или кем Он должен быть Вы знаете Вчера была На стрелке Презентация Книжки Дарьи Парамоновой Про Лужковскую Архитектуру И Вчера Была очень Интересна Дискуссия По этому Поводу С участием Григория Режзина Максима Семельяка Юрия Григоряна Вообще Что такое Город Я думаю Что Я думаю Что Мэр города Должен быть Человек Который Которому Вообще Интересно Хоть что-нибудь Понравит Город Которому Интересно Самому Жить Это Должен быть Все-таки Политика Больше Политика Или Больше Хозяйственника Я Хотел бы Хозяйственника Хозяйственника Тогда Вас Собянин Вполне Должен устраивать В сравнении С Лужковым Собянин Мне Гораздо Более Более Устраивать Конечно Потому Что Вроде Б У Лужкова Был имидж Хозяйственника Но Вообще То Что Происходило И Происходит До сих пор К сожалению С Электричеством С Электроэнергией С Коммунальными Как-то Вообще Значительно Чище Стал Нью-Йорк И Он Начал Бороться Со Всякого Рода Коррупцией Джулиани Безусловно Был Политиком А Тетки Хозяйственником Да До Него Там Были Самые Ну Я Даже Честно Говорю Даже Не могу С Помнить Котч А Котч Был Котч Тоже Был Абсолютно Политик Да Котч Тоже Социальное Жилье И все Такое Да Вот Мне Даже Странно Что Вы Сказали Что Вас Предпочли Чтобы Был Хозяйственник А Вам Не Кажется Что Такие Вещи Отдаются Просто Набирается Хорошая Команда Людей Отдаются На Аутсос Бизнес Вопрос Хозяйственной Жизни Город Зачем Отдать Бизнесу Тем Лучше Будет Надо Отдать В управление Все Что Можно Отдать В управление Бизнесу Все Надо Отдать Понятно Спасибо Вам Большое Вы Не Уходите Ладно А Характерная Реакция Должен Сказать Почти Понят Что Бравая Доминанта Такая Выражу Неполепкорректно Бизнес Всегда Выгоднее Ими Дело С Нет Понятно Что Статус Кур Всегда Выгоднее Когда Уже Все Занесено Потом Занесить Второй Это Как То Да Но Лучше Я Хотела Спросить Вот Вы Говорите О том Что Собянина Поддержит Чиновники И так Далее Но Вы Не Думаете Собянин Уволил Целый Ряд Руководит Префектур И Управ Не По Одному Разу При Этом Вы Говорите О том Что Там Сохранились Старые Кадры Которые Были При Предыдущем Мэрии Юрия Михайловича Лушкове Там Должно Сидеть Довольно Много Обиженных При Лушкове Система Была Отстроена Очень Хорошо Каждый Префект Знал Сколько Нужно Дать Голосов Где В Какой Больнице В Какой Школе И так Далее Вы Не Думаете Что На самом Вер Сейчас Система Это Немножко Разрушено Я Не Имею В 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 Чиновничий Город Где Огромное Количество Бюрократии Просто Всякого Разного Уровня И В 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 Вы Выборы Что При Таких Условиях Нет Ни Политики Не Только Ни Интриги Там Кто За Кого А Вообще Смысла Самого Избрания Нету Если Позвольте А в Клинице Нету Сознательно Создается Искусственная Атмосфера Без Альтернативности И Апатия Ну Конечно Все Все правильно Так оно И есть Мне Кажется Если Про Политические Вечи Говорить То Логика Такая Должна Быть Теоретически Нам Нужен Мэр Который Реализует Свои Полномочия Опираясь На Избирателей Тогда Мы Должны Голосовать Тогда Мы Должны Выбирать Какого Альтернативного Человека Или Нам Нужен Мэру Который Хорошее Отношение С властью Который Обеспечивает Стабильность И Черт С ним Пусть он На самом деле Не избран А Дефакто Пока Еще Не Бросла Дмитрий Вадимович Вы Слышите Нас Дмитрий Борисович А вот Скажите Вот Как Вы Ответите Опять Как Человек Который Создал Такой Особый Институт Москве Под Названием Жан Жан Все Таки Кто Нужен В Москве Человек У которого Хорошие Качки Мэра Отношение С верховной Властью При том Что Москва Не Является Сама Город Донор И В общем Не Очень Зависит От Федерального Бюджета Или Человек Который Все Таки Слышит Что От Него Хотят Избиратели Мне Нужен Мэр При Котором В Москве Возможно Существование Проекта Выгодить Жан Жак Кроме Жан Жака Мы Что Еще Делали И Не Я А Мы Мощная Компания А Моих Друзей И Партнеров Один Жан Жак На Никитском Могут Громить Например ОМОНовцы А В другом Жан Жак Давать Как Недавно Все Видели В Ре Новостях И Досколько Новостях Собянин Давал Интервью И Мне Вот Этот Момент Мне Нравится Потому Что Пока Есть Более Менее Хотя Б Представление О Городе Как О Неком Свободном Пространстве Пространстве Где Люди Которые Что-то Хотят Имеет Возможность Что-то Делать Меня Это Устраивает И Если Это Будет По-другому То Это Будет Печально Вот Спасибо А Дмитрий Сейчас Вам Хочется Задать Вопрос Александр Владимирович Кынев Руководитель Региональных Программ Фонда Развития Информационной Политики Давайте Александр Владимирович У У У У Не Кажется ли Вам Что Если Собянин Сверхуверенно С каким-то Очень большим Процентом Избирается В сентябре То И формат Отношений К таким Проектам Как Жан-Жак Станет Совсем Другим Что Может К Вам Потому Пока И Относятся Либерально Что Пока Нужен Другой Имидж А Потом В Таких Условиях Гаечки Начнут Закручивать Что Начнут Мы Видели Были Разные Времена В История Города И Страны Ну Значит Начнут Я Вообще Не думаю Про это Но Будет Хуже Будет Хуже Будет Лучше Будет Лучше У нас Там Никто Либерально Не Относит У нас Проверки Каждый Сессы Пожарники И так Далее Поэтому Я не Вижу Здесь Я не Вижу Проблемы Особой Ну То Закроют Закроют Не Закроют Не Закроют Если Жан-Жак Опять же Вдруг Станет Какой-нибудь Там Политической Монетой Я Не буду В это Играться Просто И все А то Что У вас Именно У вас В Жан-Жаке Собяник Давал Интервью Это Не Был Розыгрыш Политической Монет Не Я Узнал Об этом Снечаянно Но Через Два Дня Это Разошло То Вас Даже Не Предупреждали Об этом Нет Меня Не Ну Там Нет Там Предупреждали Сотрудников Но Я Об этом Узнал После того Когда Вышло И В Фейсбуке Начали Дурачиться Ребята Вот Мне Рассказали Понятно Можно Отклиниться Да Конечно Мне это Очень нравится Димич А с одной Скуда Дмитрий Борисович Оревчин Я Как раз С большим Удовольствием Выслушаю То Что Дмитрий Борис Потому Что Человек От Сохи Вот Ему Надо Чтобы Продолжала Работать Вся эта Система Вообще Он От Хорошей Филологической Семы Хорошей Филологической Соха Не важно Он Делает Конкретное Дело Ему Надо Чтобы Ему Не мешали Совершенно Правильно А я Хотел Обратиться К Радиослушателям Чтобы Не создалось Не дай Бог Такое Ощущение Что Горе Оно Все Огном И Мы Ничего На Что Повлиять Не Можем Вот Если Собянин Неплохой Мэр То Значительной Степени Это Потому Что Он Знает Что Так Или Иначе Ему Надо Будет Идти На Выборы Если Он Стрижет Травку Стилит Асфальт И Проще Проще Там Делает Это Потому Что Он Знает Что Избиратели Все Равно Будут Оценивать И Ваш Вопрос В этом Смысле Очень Важен Если Бо Он Плевал На Это Не Было Была На Полу Нет Всего Этого Нет И Значительной Степени Это Потому Что Власть Все Таки Народонаселение Побаивается Если Достанет Власть То Люди Придут И Проголосуют Именно Поэтому Я Считаю Что Необходимо На Эти Выборы Ходить Голосовать Желательно Альтернативным Образом Для Того Чтобы Власть Своё Место Знала Чтобы Она Не Думала Что Они Между Собой Обо Все Договорились Переназначили Друг Друг Сделали Друг Друг Преемниками А Вот Эти 7,5 Миллионов Лохов Которые Населяют Москву Они Это Проглотят Мне Кажется Очень Важно Воспользоваться Этими Выборами Для Того Чтобы Напомнить Что Мы Все Таки Избиратели Чем Можно Я Спрашу Не Будем Повторять Одно И то Основнейший Класс Который Живет В Москве Это Все Центр Вы говорите Про избирателей Или про Эдими Группы Нет Я 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 Просто В Москве Огромное Количество Основная Часть Населения Это Обыватели Которые Хотят Чтобы Было Комфортно В этом Городе Жить Как На него Обозлились Люди В центре Москвы После Ведения Платных Парковок Да Это Точно Автомобилисты Крайне Недовольны И Введением Полос Эти Дополнительные Проголосовать Чтобы Божий Страх Имел Тут Как Раз Самые Разные Группы Да Это Не только Те Кто ездит Не только Обыватели Это И бизнесмены Это Тоже Чиновники Это Так Но В целом Если Говорить В среднем Все таки В Москве Там Где-то Около Четырех Миллионов Автомобилей Автомобилей И Соответственно Это Тут Не такие Сильные Дифференциации Но Заметьте Разве Ставят Какие-то Политические Проблемы В городе Давайте Вернемся Честно Суда Суда Положение Средств Массовой Информации Там Полицейского Произвола Королка Мы столько раз Так обсуждали Меня на передачах Меня интересует Ответьте Меня интересует Группа Интересов Вот Кто Все таки Заинтересован Кто Заинтересован И кто Заинтересован В Альтернативных Представить Давайте Сейчас Я Скажу Они Не сильно Выражены За Прохоров Явно Совершенно Пошел бы Бизнес Молодежь Более Образованная Часть Хотя В Москве При Таком Уровне Образовании Все это Не очень Выражено Потому что Больше Половины Работающего Населения С высшим Образованием Здесь Все Вот Эти Образовательные Информационные Различия Очень Смазаны За Коммунистов Ну понятно Часть пенсионеров Часть Бюрократов Еще Ну За Хованскую Было бы Наверное Хованской Нет Ну если бы Она пошла Больше Женский Электорат Больше Домохозяйства И люди Вне Политики Здесь Нет Четко Выраженных Не Веренных Дмитрий Борисович Не Веренных Ну смотрите Прежде всего Надо выделить Если мы говорим Про Электорат Люди Которые ходят На выборы Которые Не ходят На выборы Судьбу Города Решают Те люди Которые На выборы Ходят А те Кто Не ходят Они тоже Решают Судьбу Но Негативным Образом Не участвуют В процессе Мы Не знаем Кто Сейчас Придет Я утверждаю Что мы Это не знаем Потому что Нет Я вам скажу Почему Потому что Мы не знаем У нас Последние данные По 2009 году Как говорил Александр Владимирович У нас После этого Были московские Протесты На самом деле Я абсолютно Убеждена Что мы Сейчас Не знаем Как люди Будут Относиться К выборам 8 сентября Специалисты Сказали Что не будет Интриги Поэтому Мы Скажем Может Не быть Я борьбал Я спою Кратко Значит Голосующий Электорат До всего Момента На выборы Ходили Женщины Пенсионеры Военные Естественно Строе И Сотрудники Непрерывных Производственных Циклов Типа 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 Которые Приводили на автобусе Ко на моем участке А потом Другому Вот это Реальный Электорат Который Определяет Судьбы Города А есть Еще Очень Обширный Люди Группы Например Слушатели Эха Москвы Которые считают Выше свое достоинство Сходить на выборы Они Они очень умные Они знают Что все куплено Все продано И хрен Я пойду на эти выборы И в них буду участвовать Вот пока они не ходят Значит За них решают Вот этот самый Управляемый Электорат И не важно даже Как он называется Послушный Который По определению Ходит голосовать За действующую власть И чем Скучнее выборы Тем больше доля Такого вот Управляемого Электората В выборах Почему мы Пройдем труде Это говорили Вот Так что мы можем Говорить абстрактно О том Какие группы Интересные Бизнес Ходит голосовать Да не ходит он Голосовать Потому что у него Свои вел тьма Дмитрий Борис Вы ходите Голосовать Он нас уже А Он нас покинул Сужение у нас уже Покинул Так Ну Какие-то бизнесмены Отдельные ходят Конечно Движимые чувством Гражданского долга А в большинстве своем В общем Не до этого Так вот Если так оно и будет А это и есть Цель Того что называется Инерционного Электорального сценария И Стратегии Низкой явки Не ходите Не голосуйте Все нормально Если это нас Устраивает То мы будем получать То что устраивает власть Вот и все Александр Владимирович Вы считаете Что после московских протестов Ситуация в городе Не изменилась Что все это Ушло в песок И Я так не считаю Спасибо Нет Так никто не считает Не могу Знаете То что вы Дмитрий Борисович Гипотезу Которую вы сейчас Представили С моей точки зрения Она основывается На том Что было в 2009 году А я вас призываю Все таки вспомнить О том Что у нас были протесты Зимой 2011 2012 года И с моей точки зрения Это должно было Изменить Электоральное Как-то Хотелось бы верить Электоральное поведение людей Я поэтому сегодня Упоминал цифру Путина 46% С небольшим Которые были Весной 2012 года То есть это уже Ситуация новой Москвы Идите Давайте Это уже ситуация Новой Москвы Поэтому я думаю Что вот это план На который нужно Ориентироваться То есть я думаю Что 46% Это где-то Вот тот базис Который есть При полной Мобилизации Всего админресурса В городе 46% 46% Это было у Путина При явке Выше 50% Ну Явка Явка 58% Поэтому Реальная борьба Идет за явку Соответственно Главный кто Не голосует И сегодня За власть Это молодежь Это люди образованные Это предприниматели Вот чем выше будет Явка В этих категориях Тем ниже будет процент Возможно В смысле коммунистов Правильно выбрали Мельникова Потому что Мельников человек Образован Человек Из МГУ То есть Это как раз Фактор работы Вот на эту часть Сколько вы думаете Процентов Может проголосовать В Москве За коммунистов Ну Давайте ориентироваться На результаты выборов Которые были Я думаю Что около 20% Легко Это выражение 2009 Нет Почему Я говорю По 2011 Про 2012 год Сейчас Поэтому 20% Легко Кроме Кроме Кого Много будет зависеть От того Какую позицию Займут Вот те самые Лидеры Протестного движения Если они Всерьез Будут заинтересованы В изменениях Я думаю Что они могут Призвать участвовать В выборах Даже если Скажем Их не зарегистрировали А вот Как вы думаете Если бы Предположим Невозможное Невозможное Понимаю Навального Регистрируют Сколько Сколько мог бы В Москве Собрать Навальный Я думаю Вилка Зависит От качества Компании Я думаю Что Навальный Мог бы Собрать В худшем Случае Где-то От 10 До Может 25% Вот в этом Судоком Интервале В зависимости От того Насколько Будет Отмобилизованный Векторат А Прохоров Вы согласны Что Навальный А Прохоров Или скажем А вот скажите Ирина Дмитриевна Прохова Вариант Ирины Дмитриевны Прохова Которая идет От партии Гражданской Платформы Пока Она неизвестна Она известна Вот как вы думаете Если Прохоров Нет Это разные вещи Если Прохоров Сам Вы Стаков Он бы Мог бы Получить Примерно 25% Да А Он Примерно Так У него Украли Там Третью часть А сколько Реально Набрал По-моему Показали 12 Нет Я тебе скажу Точную цифру 12 Нет 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 Это неправда А Орельница Прохорова Как она могла бы Набрать Ну Поменьше Конечно Меньше У Прохорова Было Официальные данные 20 и 45 А Сколько Реально На самом деле Было 25 25 А 4% Откусили То есть Навальный Ну они же Пересекающиеся Пересекающиеся Конечно Навальный Но сколько Они совокупно Мне просто интересно Посчитать Сколько они Совокупно Могли бы Набрать Если бы Если бы Зарегистрировали Это был бы Очень мощный Фактор Мобилизация Была бы Явка Хорошая Тогда бы Вместе Они могли бы Набрать Я думаю Процентов Под 40 То есть Тогда бы Второй тур Да И там бы Просто Другие группы Пришли Которые бы Сейчас Не 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 Ходят На выбор То есть С помощью Муниципального Финтера Будет На самом деле Решаться Проблема Чтобы Собянин Избрался В первом туре Мы с этого Начали Вообще Говорим Ну кроме того Надо понимать Что федеральный Центр Тоже Не заинтересован Во всяком случае Группа Федеральной Элиты В том Чтобы Собянин Был Слишком Сильным Поэтому Я думаю Что Есть и федеральные Игроки Которые Не хотели Будь Слишком Большого Процента На этих Выборок Для Собянина Он С одной стороны Мне кажется И москвичей Заинтересованы В том Чтобы Власть Знала Своё место И выигрывала Но не так Чтобы этим Можно было Гордиться А с другой Стороны И федеральные Игроки Тоже есть С таким же Интересом А вот Яблок Извините А вот Сергей Митрохин И яблоко Который Тоже Вот Пол процента До трёх Процента Митволь Жестокий Митволь Совсем Может быть Пять Если Там на грани Десятая доля Это На грани Точности И измерения Ниже В общем Колебания Понимаете Вся Всё противоречие И состоит В том Что Собянин Идёт Как хозяйственник Там Нет политической Интриги Если бы Была Политическая Интрига Совершенно Была Изменился Состав Избирателей И это Было бы Просто Другие Выборы Другая страна Была бы Поэтому Всё делается На то Чтобы снять Политическую Проблематику Любую И даже Не просто Политическую Но и Социальную Проблематику Не Патетически Если вдруг Собянин Не проходит В первом туре Кто выходит Во второй тур Скорее всего Он И я думаю Второе место С высокой долей Вероятности Либо коммунист Либо Если зарегистрируют Скажем Навального Или Прохорова То возможно Прохоров Либо Прохоров Либо Навальный Конечно Если их зарегистрируют Вы меня поражаете Неужели до сих пор В Москве Такой сильный Электорат Коммунист Вы сказали Что он Естественным образом Меша Нет Эксперт КПФ Давно переродился На сегодняшний день Коммунисты Получают максимум По крупным городам Самый высокий процент В Москве Хочу напомнить Это участок На территории МГУ Где голосуют студенты Правильно Но это когда Там еще был Удальцов Нет Удальцов Здесь вообще Ни при чем Ну это Отчасти протест Прохоров И Навальный Не регистрируют Кто выходит Во второй тур А если Прохоров Тогда не будет Тогда не будет Мало вероятно Что будет Конечно Может Ну Представьте себе Если Вот скажем Не регистрируют Таких вот Как Прохоров И Навальный А регистрируют Там Ну скажем Десяток Людей Которые наберут По 5-7 процентов Во второй тур Но они же не дураки Десяток регистрируют Значит Они же регистрируют Трех оловянных солдатиков Которые возьмут По 5-7 процентов И привет Спасибо всем большое К сожалению Мы должны выходить Из эфира Я благодарю Дмитрия Орешкина Льва Гудкова Александра Кынева И Дмитрия Борисова За участие В этом передаче Мы еще неоднократно Будем возвращаться К московским выборам На этом все До свидания Услышимся Когда услышимся Пока